Если возникает ситуация, в которой необходимо соединить витую пару, ситуация может быть разная. Это может быть обрыв, это может быть необходимость удлинить линк. Если у вас, например, провоженная витая пара где-то в стене, и она не одна, но нужно удлинить линк, то перевожить заново кабель в стене достаточно трудоемко, долго и, скорее всего, дорого. Для этого существуют соединители. Вот такой соединитель в виде коробочки. Они бывают экранированные, не экранированные, категории 5E, 6, в данном случае это категория 6A. Корпус пластиковый и покрыт металлизированной краской. Предназначен для подсоединения экранированного кабеля. UTP кабель тоже можно использовать, ничего страшного. То, что я сейчас вам покажу, это соединитель категории 6A, выполнен в другом формате. Корпус полностью металлический, в комплекте идут хвостовики. Вот у меня в руках уже смонтированная версия соединенная. То, как это делается, я покажу на видео чуть позже. Монтируется он без использования забивного инструмента. Для монтажа такого соединителя понадобится стриппер для снятия оболочки или же нож. Обязательно использовать токопроводящую медную ленту. Она используется для улучшения контакта экрана с корпусом соединителя. Ну и вам понадобятся кусачки для откусывания лишних проводов. Также я буду использовать зажимной инструмент. Этим инструментом я зажимаю вставку на контактную группу. Это можно сделать и руками, но надежнее использовать инструмент. Это механический соединитель литой пары. Полностью экранированный, полностью выполнен с металла. Соответствует категории 6А. Внутри находятся IDC контакты и имеют две пластиковые вставки с разводкой по типу Б. Которые зажимаются в этот контакт. Сейчас я покажу как это делается. В комплекте также идёт два хвостовика. В зависимости от диаметра кабеля фастовик можно обрезать, откусывать дополнительные секции, если кабель достаточно толстый. Перед монтажом его одеваем на кабель. Снимаем оболочку. Если кабель SFTP, то металлическую плетку мы скручиваем. Если кабель не SFTP, а просто FTP, в нём есть металлический провод. Теперь нужно удалить фольгу. У нас получается, вверху будут зелёные и жёлтые, внизу коричневые и синие. Можно фольгу откусить, можно оторвать. Синие и коричневые оставляем внизу пока что, жёлтые и зелёные поднимаем наверх. Снимаем. 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 по цветам 4 провода зеленые и желтые так как зачастую полосок на проводах которые идут в паре когда каждая пара экранирована нет то запомните где какой находится снизу у нас коричневый белый синий и белый и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для того, чтобы у нас был экран, нам понадобится медная, только проводящая клейкая лента. Сначала мы ее нанесем на оболочку. Продолжение следует... С другой стороны делаем то же самое. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok